Хорошо тебя пробило. Всем привет! Давно не писала в чат. Хочу поделиться Славе о новых умелках Максима. Совсем недавно стал ходить уже на унитаз, по всем делам. Начал проявлять интерес к младшему братику. Хочет с ним, как будто бороться, и что самое интересное, смотрит ему в глаза. Уже не убегает от него, когда тот рядом ложится. И даже сам подползает к нему. Когда собираемся на улицу гулять, несет мне свои ботинки и говорит «Черевички. Позавчера вышла гулять с ними двумя. Младший в коляске, а Максим за руку всю дорогу шел. Обычно повредничает, на руки просится. Научился давать, а при этом еще так ласково ручками обнимает. Показывает пальчиком и в книжке все, что попрошу. У логопеда последний раз занимался, очень интересно ему было. Она хвалила его. В глаза смотрит очень подолгу. Пробуем кушать без мультфильмов. Пока не очень. А я все по-прежнему прошу прощения у него, так как у меня порой заносит. Не могу совладать с собой. Так стыдно сейчас даже писать об этом, но пишу как есть. Раздражаюсь на него за то, что скачет по дивану постоянно. За то, что щелкает языком. За то, что не слушается и ноет. Девочки, как убрать это раздражение? Я сама себя обешу. Сегодня делала зеркало и рыдала, глядя себе в глаза. Полдня опухшая хожу. На днях накрыла так, что начала бояться, чтобы у младшего не начали проявляться симптомы. И было даже, начала их выдумывать и накручивать себя. Пипец, дура. Ох, девчата. Вот так сейчас пишу и осознаюсь. И думаю себе, что мешает быть счастливой и просто жить. Как, блин, выключить эту балаболку в башке. И еще повторяет очень много за мной. Пока только и халалит. Так хочу, чтобы был диалог. И ответ от девчонок. Круто, особенно про прощение. Хорошо же тебя пробило. Узнаю себя. И еще. И четко отследила, что моя доченька стала смотреть в глаза тогда, когда я искренне стала делать зеркало. А по поводу болталки в голове просто отлавливай и начинай благодарить. Это работает. Только чувствуешь, что начала раздражаться. Сразу благодарю, благодарю, благодарю. И увидишь, как будет приходить рай в душу. Это еще один отрывок из книги, которую написали мы по чату мам. Невероятная книга, которая открывает глаза на то, как мы проявляемся в жизни, как мы ведем себя с нашими детьми, как мы подменяем любовь, как мы, как мы, как мы. Просто другое восприятие, здоровое. И тогда дети становятся здоровыми. И тогда болезнь покидает ваш дом. Первая книга уже есть на шоп с обрешенком. А это вторая книга, которая выйдет в январе. Она уже в типографии.